Так все-таки, как же в моменте находить лучшие варианты, самые подходящие для вас аренды квартир в Хайфе, когда вы обращаетесь ко мне? В этом видео я вам покажу, какие варианты вы можете находить таким образом, и где их искать, и как лучше всего это делать. Я уверен, это видео будет особенно полезно тем, кому только предстоит приехать в Израиль, в Хайфу, а также, наверное, тем, кто уже приехал и хочет расширить свой кругозор в отношении такого формата жилья. Буду рад, если вы поддержите мое видео лайком, комментарием, но и также не забывайте подписываться на этот канал. Буду стараться почаще делать актуальные видео, чтобы больше давать вам информации, чтобы вы могли как можно быстрее находить то жилье, где вы будете жить свой первый год в Израиле. В отношении этой чудесной квартиры, сейчас мы сюда пришли, тут закончили ремонт, вот этот вот балкон красивый, новое все, абсолютно после ремонта, вот такая вот спальня чудесная, есть шифонер, кухня, стиральная машина, район Неви Юсеф, очень хороший, удобный, среднего формата по оплате, не сильно дорогой, но и не супер дешевый, опять же, все зависит от квартир. Насчет квартиры, которую вы посмотрели, да, то, конечно, парень ее снял еще тогда, когда там заканчивали ремонт, не было мебели, и в одном из моих видео как раз была эта квартира, но так как он здесь проходил консульскую проверку, у него не было всех документов в наличии, он снимал квартиру помесячно, да, опять же, я помог ему найти такой вариант, арендовать его и благополучно в нем, уже остановившись на этом варианте, дальше подыскивать необходимый по критериям, по желаниям, да, по цене подходящий вариант. Вот этот вариант вы и видели, собственно говоря. Но сейчас покажу вам другую квартиру, тоже в бюджетном сегменте, ну, выше немножко, конечно, среднего, потому что стоит она 3000 шекелей. И эту квартиру, как я выложил объявление в своем телеграм-канале, куда вы можете, конечно, проходить, подписываться, чтобы следить за новыми вариантами квартир. Парень мне написал, что забирает ее, поэтому сегодня 90%, что эта квартира уже будет подписана, ее нельзя снимать помесячно, ее можно снимать только на один год. Конечно, там, где квартиры, если вы проходите КП или просто вам на месяц квартира нужна перебиться, квартира будет дороже по цене, но дешевле, чем любой гостиничный номер. Поэтому тоже это учитывайте, принимайте во внимание. Так, сейчас вашему вниманию квартира тоже, которая также в моменте попала ко мне, в мои цепкие руки, и уже человек, не видя ее вживую, эту квартиру, дал свое согласие ее закрывать, снимать ее. Квартира очень хорошая, не супер большая, но очень уютная. Есть вот такой балкон чудесный. Рядом остановки. Вот такая вот квартира. А будет очередная квартира, где заканчивается сейчас ремонт квартиры, которую ждал Гена. Он ее дождался. Как раз у него 12-го числа заканчивается его договор, и он благополучно переедет в эту квартиру. Сейчас я вам ее покажу. Фишка этой квартиры, конечно, это прежде всего вид. Смотрите. Вот такой вот вид. Из салона. Раскладной диванчик, кондиционер. Еще будет здесь подсветка. Как я понял, это кровать от спальни. Вот такая кухня. Это две комнаты. Здесь у нас туалет, душ и вот такая большая комната еще. Кровать, шифонер, телевизор, возможно, еще поставят один. Это не точно кондиционер. Большая, хорошая квартира. Удобная локация. Теперь еще одна квартирка. Тоже уже Александра квартира. Душевая кабина, туалет. Так, здесь телевизор. Кровать будет там, вот эта раскладная. Слушай, кухня. Все необходимое есть. Кондиционер. Тоже вот такой вот классный вид. Здесь будет кровать. Такая полторушечка получается. Вот такой вот вид чудесный из окна. Перила низкие. Чтобы быть аккуратным здесь. Такой красивый вид на море. Квартиры, которые я вам сейчас показал, были сданы еще, ну не сданы, а забронированы еще два месяца назад. То есть я к чему, что такие квартиры, где есть вид, большие окна. Такой хороший ремонт, локация. Локация, улица я одна по ним, средняя ее часть. То такие квартиры, конечно, заранее люди бронируют. Которые уже здесь живут не один год или первый год, а второй год. И это очень неплохой вариант. Поэтому обращайтесь. Кто здесь уже подыскивает новые варианты жилья для себя, такого плана, заранее, за месяц, за полтора, за два, пишите, звоните. Короче говоря, вот я уже немножко вспотел. Сейчас вот квартирант заезжает. Двери тут немножко надо было переделать. Рабочие не успевают поубирать за собой. Мне приходится самому это делать. Ничего не сделаешь, потому что квартир нету, и вселяться куда-то надо. В общем, что изменилось. Завтра ребята уже заезжают, поставили смесители, потихоньку химии, подмывали полы здесь. Журнальный столик такой будет здесь. Вот такая будет кровать. Вот такой будет шифонер. И сюда еще встанет диван. Не раскладной, трехместный. Итак, дорогие друзья, если вы досмотрели до этого момента, хочу попросить вас поддержать это видео лайком. Не забывать подписываться на мою телеграм-группу, которую ссылку я оставлю на которую в прикрепленном комментарии и в описании, разумеется, к этому видео. Всегда рад делать для вас контент, отвечать на ваши вопросы, звонки. Не всегда это бывает удобно, потому что тоже иногда дела, не могу отвлекаться, но всегда стараюсь это делать. До новых встреч. Пока.